Уходили дверью хлопали, а возвращались на цыпочках. Тихая помолвка коалиции и радикалов. Плечо поддержки или подножку? Что подставила большинству партия Ляшко? Шесть дней, которые не потрясли Украину. Кто и зачем выводил людей на улицу в годовщину расстрела Героев Небесной Сотни? Сладкая жизнь за бюджетный счет. Поскольку нам обходятся топ-менеджеры госкомпаний, и отрабатывают ли они свои зарплаты со многими нулями? Дыры Автодора. Сколько миллиардов закатали в дороге в прошлом году? Сколько закатают в нынешнем? И почему кататься по ним до сих пор опасно для жизни? Монетизация веры. Кто позволил настолько окрепнуть религиозным сектам? И в чьи карманы утекают десятины их прихожан? Здравствуйте. Я Алексей Лихман. Мы начинаем подробности недели. И начинаем с парламента. Он, похоже, снова идет на рекорд. Депутаты отработали восемь пленарных дней в этом месяце и ушли на двухнедельный перерыв. Результативных голосований немного и даже скандалы какие-то вымученные. Чтобы дотянуть до летнего отпуска, народным избранникам осталось выдержать 36 пленарных дней. Но и эта задача не из простых. Казалось бы, чтобы ее решить, достаточно начать ходить на работу. Но наши нардепы не ищут легких путей, поэтому снова могут взяться за распределение самых главных кресел. Кто уже нацелился на президиум Верховной Рады? И при чем тут декларативное единство? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Нардепам только повод, да и с удовольствием прокомментируют все, что угодно. Если надо, события или новость даже придумают, лишь бы засветиться перед журналистами. Но принятие этого документа даже не анонсировали, а сам процесс прошел беспривычным для парламента десятка телекамер. Декларацию единства представителей БВП Народного фронта Радикальной партии подписывали так, как будто самим немножечко стыдно. Это не политическая декларация, это никаких политических наследов, как рассказывают наши оппоненты, выгодки про то, что новая коалиция в парламенте. Нет, ни про ни коалицию не идет. Я не думаю, что это правообразом коалиции, а это просто демонстрация того, что люди готовы дальше действовать в этих принципах революции и гидности. Вот только зачем это понадобилось именно сейчас? И разве не об этом документе будут вспоминать, когда журналисты и политики попросят список коалиции. Все-таки, если говорить о принципах революции и достоинства, то за три года они не изменились. А позиции политиков менялись не раз. Полгода в коалиции, полтора в оппозиции, при этом часто выручая коалицию своими голосами, а теперь, теперь простой добавкой голосов не отделаться. Уж слишком большой проблемой стало собрать результат в этом зале. Прошу поднимать. Прошу поднимать. Коллеги, поднимайте, пожалуйста. Это почти диалог. Это уже просто выход на какую-то принциповую позицию на диалог между фракциями. Я считаю, что мы должны оставить проукраинскую партию или фракцию, которая действительно поможет строить Украину. В одном из попередних скликань, в пятом скликанье, когда ишли на выборы разом Блок Тимошенко, Ющенко с партией «Наша Украина» и партия Олександра Мороза социалистичная, они на этапе перед выборчой кампании обещали, что они утворят коалиции. А потом социалистичная партия сделала такой себе финтушами и переметнулася до регионалов, что на самом деле позволило регионалам створить большинство, но на социалистичной партии было поставлено хрест. История метаний 2006 года, когда Александр Мороз сначала пообещал одну коалицию, а потом переметнулся в другую, рейтинг соцпартии снизила радикально. И хотя лидер получил место спикера, партия ушла с политической сцены. Поговаривают, и Ляшко не прочь занять главное кресло в президиуме, а за этой главной его хотелкой могут последовать и другие. Если мы имеем 20 депутатов, посада спикера нам ничего не дает, кроме публичной трибуны. Но при этом всем мы должны, тогда будем в какой-то мере тянуть тягару ответственности за уряд. Мы бы хотели нести ответственность за уряд, но при одних условиях, если этот уряд берет за озброение те идеи, которые мы сегодня пропагуем, тогда да. Есть процесс, скажем, закулисный, который относится всего переделу влады. Есть такой сценарий, что Луценко стает премьер-министром, а генпрокурором повертается Шокин. И Ляшко стает спикером, а в свою очередь Яценюк, главой Национального банка. Ляшко поддерживает все критические голосования. Когда нужно, он найдет какие-то фальшивые аргументы, чтобы сказать, почему он голосует за решения, которые на самом деле абсурдными по своей природе. То есть, он уже по факту стал частью коалиции. Но среди нардепов это вызывает даже не столько критику, сколько недоумение. Как по рубию ступит кресло Ляшко, как в традиционно разделенном блоке Порошенко соберут голоса за такого спикера. Шутки шутками, но в ситуации, когда каждый голос уже чуть ли не буквально на вес золота, делать настолько скандальную ставку просто отчаянный шаг. Я просто боюсь того, что когда станет спикером пан Ляшко, в самом деле никому давать слова не будет. Он постоянно будет выступать, а нам, знаете, тоже хочется иногда выступать. Как на меня, Ляшко в кресле спикера тогда перетворит остаточно этот парламент на цирк и на шоу. Потому что Ляшко точно не имеет никакого отношения ни к парламентаризму, даже к своей нынешней ипостаси. Клоунады, да, до буфонады, да, до манипуляций, да, но точно не до парламентаризма. Батьковщине, как и самопомощи, тоже предлагали подписаться под декларацией о единстве. Но без настойчивости. Все-таки на такие кульбиты пойдет не каждый. Дурить людей псевдопідписами, псевдообъединениями 25 роков, а особенно последних 15 роков, можно. Бить себя в груди, стоять, любить Украину на трибуне Верховной Ради. А от голосовать за качественные законы как-то не виходит. Абсолютно пусти декларации, абсолютно пусти заявы. В прикладном смысле для страны ничего доброго не принесут. Но парламент имитает деятельность. Они принимают декларации, сперечаются, какие-то там политические вещи. Одна фракция взагалі уехала, поехала. Тому вот идет такая имитация, и народ на це дивится уже как на цирк якийсь. Тому що людям їсти нечого, людям жити не на що. Люди отримують ці квитанції катастрофичні. Есть такая поговорка, пациент скорее мертв, ніж жив. Вот здесь пытаются вдохнуть нову жизнь в старий труп. Ну, вот любой формат, который находят, тот і делают. Пока это пиар-продвижение, а возможна коалиція. Ну, а пока двум фракциям коалиції не хватает пяти депутатов даже до формально необходимого законом большинства или нескольких десятков для того, чтобы показывать результат постоянно. А очередные схемы по спасению Верховной Рады больше похожи на анекдот. Примерно такой же, как и друг полюбит рассказывать сам Ляшко. Причем в прямом эфире. Заходы прибиральницы в туалет Верховной Рады, в сердцах прибирают и кажутся, я п***ю мать не хай, п***ю, они своим п***ю тревать не умеют, а они державу ее хочут тревать. Вот я хочу, чтобы они научились и хе своим керувати, и державою керувати. А если они умеют скорочувати к***ю мать, и приводить тех, кто умеет и державою керувати, и всем іншим керувати. Депутаты ушли на двухнедельный перерыв. За минувшие четыре дня пленарных заседаний большинство в зале с трудом собрал даже генпрокурор под законом заочной правосудии. Фигур такого уровня, способных еще хоть как-то мобилизовать депутатов, в стране не так уж много. А что, если и у них перестанет получаться? Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и если Верховная Рада все меньше служит местом для принятия решений, то вполне логично ее превращение во всеукраинский центр курьезов и обвинений. Каждый день что-то новенькое. Вот хотя бы на этой неделе. Сначала нардепы перессорились из-за так называемого плана Артеменко, который якобы предусматривает примирение с Россией и якобы был передан официальным лицам в Вашингтоне. Для самого Артеменко скандал закончился исключением из фракции Радикальной партии, по списку которой он и прошел парламент, и даже угрозой потерять депутатскую неприкосновенность. В пятницу Артеменко уже побывал на допросе в Генпрокуратуре и продолжит в понедельник. На этот день запланирован еще один его допрос. Но вся эта история с Артеменко немного померкла после того, как пришли новости о похищении замглавы фракции БПП Алексея Гончаренко. Вообще за последние месяцы этот депутат наделал много шуму, так что к сюрпризам о нем и в парламенте, и в обществе готовы были. Особенно после того, как в начале февраля Гончаренко попробовал себя в роли графитчика и написал на фрагменте Берлинской стены под посольством Германии в Киеве «Яркое нет». Скандал, разгоревшийся тогда, был такой силы, что даже фракции БПП пришлось отмежеваться от своего же замглавы. Мол, это была только его инициатива вот так красочно пообщаться с немецким послом. Впрочем, это покушение на Гончаренко уже не первое посягательство на нардепа за последнее время. Каждая из них достойна отдельного повествования о невероятных приключениях депутатов этой зимой. Трилогия «Выжившие». Далее. Самое яркое событие этой недели – удивительное похищение Алексея Гончаренко, которое оказалось всего лишь хитроумной мистификацией. Все происходило в лучших традициях шпионской саги. 23 лютого и у людей в своих каких-то негидных мриях было символично сделать именно сегодня. О негодяйских мечтах все узнали в обед четверга. В 13.40 прокуратура Одесской области сообщила, Гончаренко похищен. Фейсбук-сообщество оживилось, парламент сполошился. Депутаты даже попросили создать штаб по поиску нардепа. Но не прошло и двух часов, пропажа нашлась на спецзадании. Одесские прокуроры собрали журналистов и сообщили, Гончаренко исполнял почти невыполнимую миссию. На него, как на живца, поймали целую стаю сепаратистов. По их заказу народного депутата должны были покалечить. А заказчиком всего этого преступления называют Александра Кушнарева, депутата Лиманского райсовета Одесской области. Якобы он хотел отомстить Гончаренко за погибшего 2 мая в доме профсоюзов сына. В доказательства правоохранители распространили видео. А то, что я его сделал, еще никто не умеет. А мы судьбой не храним. Все. 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 А потом и фото прикованного к батарее Гончаренко. Кушнарев и еще два человека сейчас в СИЗО. Им светит 12 лет тюрьмы. А главный герой истории уже на следующий день отправился в Раду. И с каждым его комментарием история становилась все более масштабной. Они как антиукраинское подполье такое. Все они способны украсть народного депутата, общественно-политического деятеля, обезобразить его. Они же не хотели меня убивать. Они хотели искалечить, обезобразить и выкинуть. И это такой акт террора, который они планировали. Была ли попытка похищения на самом деле, ответит суд. Меру пресечения задержанным должны избрать в понедельник. А вот двое других бандитов-подрывников уже сидят в СИЗО. За попытку убить народного депутата. Эта история – образец детективных сериалов 90-х. Его первый сезон отшумел в конце января. Тогда СБУ сообщило о двух киллерах, бывших зэках, которые хотели подорвать автомобиль «Слуги народа». Сперва, сохраняя интригу, имя их потенциальной жертвы не называли. Но тайно это было недолго. Сам выживший начал свою гастроль. Сперва в Фейсбуке, потом перед журналистами. Попытка покушения на меня, предотвращенная службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации. Обученные в тайных лагерях смерти киллеры хотели убить Герасченко за антироссийскую деятельность и сайт «Миротворец». С собой имели фото жертвы и взрывчатку. Уходить планировали на такси до России. Вот только никак не могли найти 100 долларов, чтобы заплатить водителю. Несмотря на все эти странности, Герасченко рассказом так воодушевился, что даже новый поворот сюжета озвучил. Судя по почерку и подготовке террористического акта о моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. После этого в дело пришлось вмешаться и самому Арсену Авакову, который пояснил, что Герасченко все-таки не имел доступа к материалам дела Шеремета и не мог проводить такие аналогии. При этом самих киллеров общественности не показали. Суд по избранию им меры пресечения провели закрыто, пока их жертва публично рассказывала о нависшей опасности. А вот третья история покушения действительно загадочна. В духе средневековых романов. В январе в прессу попало сообщение. Народного депутата лидера фракции БПП Игоря Каноненко травили ртутью. Информацию эту подтвердил у себя в ФБ заместитель фракции БПП Алексей Гончаренко. Но официально никто не решался комментировать. Ни в блоке, ни в правоохранительных органах. А по неофициальной информации о ртутном отравлении Каноненко узнал в конце прошлого года. И все это время активно лечился. Хотя и на работе в парламенте был замечен. И об этом деле до сих пор никаких существенных деталей. Обсудим эту тему с Кириллом Куликовым. Одним из самых известных экспертов по правоохранительным органам в нашей стране. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо, что пришли. Вот смотрите, как получается. На этапе подготовки наши правоохранители очень хорошо справляются с предупреждением преступления. А вот после того, как преступление уже было совершено, раскрыть его не могут. Вот как так? К чем это можно объяснить? Знаете, вы абсолютно правильно поставили вопрос. Пойдем чуть-чуть дальше. Вот эти все комические покушения, над которыми смеется вся страна, ну ничего не поделаешь. Правда смеются? Они могут привести к тому, что произойдет что-то серьезное. Вот за этой дымовой завесой сначала на одного покушение вся страна смеется, на другого покушение вся страна смеется. И вот что-то действительно происходит в этой дымке, вот в этих всех рассказах, оперетках и так далее, и так далее. Помните, это старая сказка про Петю и Волка. То есть вот мы постоянно кричим волки и волки. Когда придут настоящие волки. Да, когда придут настоящие волки. Вы же наставите, что все эти истории скорее инсценировка. Я думаю, что они немножко разные. Думаю, первое, с Геращенко инсценировка, потому что сам пациент путается в показаниях, насколько я понимаю. Со вторым, скорее, здесь след коммерческий. То есть они там выясняют долговой вопрос, они выясняют свой долговой вопрос. Я хочу сказать, что эти два, в общем-то, случая одинаковые, в том плане, что конец этих историй будет одинаковый. Потому что все равно проходят судебные действия, все равно идет следствие. Рано или поздно, сколько бы это ни длилось, вот этим людям, которые давали неправдивые показания, можно сказать, и в суде, и в следствии, придется за это отвечать. Ну, смотрите, а киллеров Геращенко сейчас ничего не слышно. Кстати, куда они пропали? Исчезли просто в недрах правоохранительной системы. Я не знаю, вы знаете, честно говоря, мы с вами потерялись. Правда, у нас СБУ раньше задерживало по 20-40 диверсантов, да? Куда они все пропали? Ну, каждый день у нас были же такие сообщения. После этого у нас СБУ задерживало киллеров, которые там хотели чуть ли не ангелу Меркель убить. Чемпионат по футболу во Франции сорвать. То есть, мне казалось бы, что очень бы хотелось, чтобы они занимались профессиональной работой, и чем меньше об этой работе известно, тем более качественно она делает. Спасибо, Кирилл. Мы продолжим с вами через несколько минут, и будем снова говорить о том, что происходит в правоохранительных органах. Но сейчас хочу отметить, что при всем этом, том беспорядке, который творится в ведомстве, глава МВД Арсен Аваков, один из немногих долгожителей в Кабмине. Вот завтра будет ровно три года с того дня, как он был назначен на свой пост. Еще один такой же долгожитель, министр юстиции Павел Петренко. Два других членок Абмина, нынешние вице-премьеры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко, хотя бы кресло успели поменять. А вот эти двое, похоже, готовятся пересидеть всех. Причем поразительный факт. Количество претензий к этим двум министрам вообще не влияет на их положение. Сколько бы ни обвиняли Павла Петренко, в провале иллюстрации кресло под ним даже не закачалось. Сколько бы ни говорили, что при Авакове в МВД преступность растет, но он даже и не думает уступать кресло более профессиональному человеку. И даже громкие обвинения со стороны генпрокурора тут не помеха. Вот на этой неделе Юрий Луценко заявил, что полицейские манипулируют статистикой и скрывают реальное число тяжелых преступлений. Вместе с тем, чтобы сосрединить усилия на раскрытие злочиней против властности правоохранителей, МВС в первую очередь вдаются до манипуляций с данными юридерами. Единого реестра. Де цепи випадки приховывания тяжких злочиней против властности, разбойных грабежей, которые обликовывают, изменяют квалификацию и потом закрывают за малозначение. Например, Запорожья область переквалифицировали с разбой в легкие телесные, средние телесные, 616 проведений. Вдумайтесь. Неопетровске 298, Харківске 234, Полтавске 143, Херсонске 141, Рівненске 128, Миколаївске 119, Донецке 109, місто Київ 263. Но даже если взять доступную статистику, без учета этих манипуляций, она просто поражает. В прошлом году правоохранители довели до суда лишь 30% всех уголовных дел. Угоны автомобилей, кражи и даже убийства уже считают тысячами. К примеру, за первый год Аваковского руководства было зарегистрировано около 530 тысяч преступлений. Осуждено 102 тысячи человек. В 2015-м полиции было открыто почти полмиллиона уголовных производств. Ну а свой приговор получили всего 95 тысяч злоумышленников. Продолжим разговор с Кириллом Куликовым. Кирилл, скажите, насколько может быть распространена вот эта практика, о которой говорил генпрокурор, когда, как много преступлений вот так вот скрывают, пряча более тяжелые? Надо отдать должное, генпрокурор же человек опытный, да, он до Авакова это место занимал два раза, и он прекрасно понимает, как может происходить манипуляция со статистикой. Должность человека, который в генпрокуратуре занимается надзором за правоохранительными органами, тоже боевой такой генерал, они в этом всем разбираются, их не обманешь. Поэтому думаю, что картину, которую нарисовал Луценко, она абсолютно правдивая. Эта картина бы в любой стране вызвала бы, конечно, как вы правильно сказали, отставку министра, но мы же не видим, мы же видим исключительно шоу, которое... Видим мы сейчас, что завтра министр будет отмечать трехлетие в этом кресле. Четыре года возможно? Вы знаете, эта вся бригада непрофессионалов будет существовать ровно столько, сколько будет существовать эта коалиция. Они ненавидят друг друга, они ставят друг другу под ножки, но они настолько связаны и скованы одной цепью, то есть когда какой-то элемент этой политической пирамидки вылетит, то развалится... Рухнет вся пирамида. Хорошо, а что творится с самым МВД? Вам неизвестно, куда пропал Князев, новоназначенный глава нацполиции? Он сделал несколько громких заявлений, провел брифинг в первые дни после своего назначения и исчез. К сожалению, не видел, не понимаю. Точно так же меня интересует, куда пропали главные советницы, замы министра, бывший глава, которые обещали там вот эти грузинские дамы. Я вижу, что не при делах, но все, что они оставили, мне кажется, должны быть дела на них заведены. Вот за всю эту реформу. Возможно, сейчас он над теми занимается. Кирилл, еще одна тема, это блокада на Донбассе. Кстати, есть сегодня ровно месяц. Почти каждый день в обществе обсуждается силовой вариант. Есть сбросы в силовом варианте. Как вы думаете, в силах ли МВД на сегодняшний день провести такую операцию и будет ли она проведена? 100% в силах, 100% в соответствии с законом Украины должна провести эту операцию. Но опять вернемся к предыдущему вопросу. Это вопрос стабильности существования данной коалиции. Потому что это секрет Полишинеля. С одной стороны, уголь идет, и фамилия этого человека известна всей страны, и его фамилия Ахметов. С другой стороны, есть большие проблемы у человека по фамилии Садовой. Это есть, так сказать, ответ Садового на его преследование. Ну, куда идет уголь и кто и зачем блокирует, мы будем говорить далее с вами. Мы закончили. Спасибо вам за то, что принял участие в эфире. Кирилл Куликов отвечал на мои вопросы. Ну, а мы с вами о блокаде. На Донбассе продолжается блокада железнодорожного сообщения. Накануне ее участники организовали еще один свой редут на Мариупольском направлении, который должен остановить коммуникации между Мариуполем и Донецком. Сами организаторы по-прежнему говорят о том, что препятствуют контрабанде через линию фронта на Донбассе. Но при этом страна продолжает экономить уголь и считать дни до возможных веерных отключений. Если ситуация не изменится, то крайний срок 20 марта. Именно столько Украина продержится просто на экономии тепла. Пока что проблему, так сказать, купировали. Но в Украэнерго все-таки призывают украинцев экономить энергоресурсами. Энергосистема работает в статусном режиме. Что касается дальнейших кроков, хотел бы нагадать, что в разе, если не будет решено вопрос о выставке вуголья, то в любом случае, рано или поздно, система может столкнуться с дефицитом. Электричной энергии. И поэтому очень много будет зависеть от вас, от наших споживающих. Насколько вы будете ощадливы, насколько вы будете выполнять те рекомендации, которые мы озвучивали раньше, настолько меньше будет уверенность, что у когось торкнутся такие неприемные явления, как подключение электрической энергии. На этой неделе даже главам крупнейших парламентских фракций БПП и Народного фронта пришлось выступить с призывом к своим коллегам прекратить противозаконное блокирование железнодорожного сообщения. Призыв Игоря Грынева и Максима Бурбака был обращен прежде всего к фракции «Самопомич», чьи депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев стали уже самыми видными блокадщиками, а сама фракция в четверг покинула зал пленарных заседаний, чтобы отправиться на восток, лично поддержать блокаду. Как долго это будет продолжаться, и почему поездка на Донбасс завела лидера «Самопомичи» в парламенте Олега Березюка прямо в Брюссель? Давайте узнаем у него самого. Он сейчас с нами на прямой связи из столицы Евросоюза. И спасибо вам, Олег, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вы делаете в Брюсселе. В четверг были новости, что вы со своей фракцией уехали на восток. На блокаду, а вот сегодня оказалось, что вы уже в ЄС. Так, вчера вночі мы повернулись из Бахмута, где мы говорили с людьми, которые живут в Бахмуте, говорили с теми, кто блокирует торговлю на крови. Мы говорили на переходе с людьми, которые приходят в ЛНР и ДНР каждого дня и живут там. Мы говорили с воинами, мы говорили с руководителями Донецкой области, под контролем на Украине. И сегодня я вместе с Оксаной Сергеевич уже в Брюсселе, для того, чтобы, по-перше, обговорить с Европейским Союзом тактику поведенки с нашим врагом. Адже блокада – это не только защит украинских интересов, и не только защит от повзучей колонизации, в том числе экономической, но это еще борьба с контрабандой и контрафактным товаром, который уничтожит рынковую экономику в Европе. И второе вопрос – это исключительно 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 альтернатив как и сбуду украинских товаров, так и альтернатив энергоносеев. Кожна государственная страна, которая себя поважает, должен всегда иметь альтернативу. И поэтому нужно, с одного боку, защищать себя от врага. И это делают не политики. Не Березюк, не Гриньев, не Бурбак, не Садовий. Это делают, кстати, обычные люди. И не нужно политизировать этой части. А что мы там делали? Мы, как посланцы народу, были поручи біля людей, для того, чтобы выучить объективную ситуацию. Ну, это понятно. Олег, вы сказали, что в Европе вам есть о чем говорить с Европой. Действительно, в Европе, я вам хочу напомнить, тоже звучали заявления о том, что блокаду нужно прекращать. Европейские дипломаты, американские, были заявления Большой Семерки на эту тему. Вот вам удалось объяснить Европе, почему вы поддерживаете эту акцию? Мы сегодня сюда приехали. Мы были только перед встречи с обговорением наших следующих двухдневных встреч и работы. На самом деле, когда людям говоришь правду и объективную реальность, которую ты видишь своими очами, они очень быстро понимаются. Они очень быстро понимают, что сегодня, на самом деле, творилась сира зона. Величезная сира зона. Как следует войны, зона контрабанды, зона контрафакту. Зона, которая, на самом деле, продукует черную готівку, которая сегодня финансирует кулей, которые летят в украинских воинов. И это объективная реальность. На превеликий жаль, протягом трех последних лет, украинская институционная государь не справилась с бандитами и врагом. И поэтому мы тут сегодня, разом с нашими коллегами в парламенте, разом с президентом и разом с урядом, который сегодня имеет ключевую роль в этом вопросе, мы должны решить это вопрос ради экономической и политической независимости страны. Это критическая задача. Хочу задать еще один вопрос. Все-таки в этом, вот здесь, в этой блокаде смешалось очень много проблем украинских. И с незаконной торговлей, да, видимо, бороться нужно. Но при этом в Кабмине говорят, что даже если и удастся избавить украинские электростанции от зависимости от угля с оккупированной территории, то это займет годы. А дефицит угля может вызвать дефицит электричества. Пугают, что уже даже это весной. Вот как с этим быть? Как рисков избежать? Мы, наши коллеги-депутаты, обстежили майже все теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, в частности, вчера были на Светлодарский ТЕС. Вугилля на Светлодарский ТЕС вистачает еще на два месяца. Кроме того, есть запасы и можно использовать газ, не только газовое вугилля. Поэтому страна имеет время. Больше всего, мы считаем, что Кабинет Министров должен, как быстрее, и он же это начал, переговоры с блокировками для того, чтобы скласти план выхода из этой ситуации. Мы снова подходим к ситуации, когда люди заставляют владу думать, как строить институционную государство. Это, панове, настоящая демократия. И поэтому народный депутат, будь-який, должен стоять рядом с людьми и изучать их потребы. Спасибо, я понял, ваше мнение понятно. Спасибо, что были гостем подробностей недели. С нами на связи был из Брюсселя Олег Березюк, глава фракции «Самопомощь». Ну, а какой будет официальная реакция на продолжение блокады? Все-таки Украина уже недополучила сотни тысяч тонн угля. Украинцы несет убытки на десятки миллионов гривен, а украинцы действительно могут столкнуться с дефицитом электричества. Да и просто. Вот как должна реагировать власть на те действия, которые сама же называет незаконными? Все эти вопросы можем адресовать Георгию Туке, заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий. До назначения на этот пост Георгий Тука почти год возглавлял Луганскую военно-гражданскую администрацию, так что не понаслышке знает, что происходит в зоне АТО. Георгий, здравствуйте, спасибо, что присоединились. Ну, похоже, политики не хотят прекращать блокаду. Каким будет ответ власти на это? Все дело в том, что мы сейчас слышали выступление господина Березюка. Она чистой воды политика, ничего не имеющего общего ни с экономикой, ни с интересами государств. В среду произошло заседание энергетического штаба. Там были озвучены нашими энергетиками цифры. На одной из теплогенераций, которая обеспечивает теплом областной центр, угля оставалось на 4 дня. Кроме того, уголь – это далеко не только энергетика, это еще и металлургия, про которую почему-то товарищи, которые инициировали все это движение, вообще не упоминают. В этой отрасли состояние крайне плачевное. И представители компаний, которые занимаются, ведут свой бизнес в этой сфере, на энергетическом штабе докладывали ситуацию, перспективы, мягко говоря, не очень хорошие. Опять-таки, господин Березюк сказал, что уряд уже приступил к переговорам с теми, кто организовал блокаду. Да, премьер-министр выступил с такой инициативой. В ответ продзвучали демонстративно два требования. Требование первое – освободить заложников. Требование второе – принять закон об оккупированных территориях. Ни к первому вопросу, ни ко второму правительство не имеет никакого отношения. Георгий, хорошо. Если вот диалог не выстраивается, как вы говорите... Я понял, Георгий, но если диалог не выстраивается, как вы говорите, возможен ли тогда силовой вариант решения этой проблемы? Организаторы чуть ли не каждый день заявляют, что власть к этому готовится, а вот у них есть оружие, даже они намекают, чтобы противодействовать. Вы знаете, если власть до сих пор этого не сделала, то, давайте говорить честно, власть демонстрирует, с моей точки зрения, невероятное терпение. Я считаю недопустимым, когда группа людей ставит в положение непонятное всю страну. Если в начале отопительного сезона мы занимались решением, мягко говоря, очень таких щекотливых вопросов, ища выход из ситуации, когда блокаду осуществляли террористы с той стороны, 45 дней Украина не получала ни одного вагона угля. Тем не менее, нам удалось войти в отопительный сезон и пройти его без срывов, то сейчас наши же сограждане, нас правительство опять поставили в такую же ситуацию. Я считаю, это просто недопустимо. А что считают жители прифронтовых территорий? Вам известно, вот как они на это все реагируют? Все-таки вот эти действия могут ударить по ним тоже? Ну, несомненно, по ним они могут ударить. И ударят, скорее всего, в первую очередь по жителям Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Конечно, до Львова эти события никаким образом не коснутся и не докатятся. Поэтому, ну, я бы не хотел сейчас нагнетать обстановку, рассказывать, что люди думают, что люди говорят. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши граждане Украины, которые работают в первую очередь на металлургических предприятиях, которые расположены на Востоке, чтобы они не ощутили последствий от возможных последствий вот этой вот акции. Понятно, спасибо. Ну что ж, будем смотреть, наблюдать, как будет развиваться. Это очень непростая ситуация. Вам спасибо за ответы. Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины, отвечал на мои вопросы. И отголоски Донбасской блокады на этой неделе докатились до Киева. Как раз в годовщину расстрелов на Майдане. Народные депутаты Семенченко и Соболев вывели около тысячи активистов к администрации президента. Там хотели установить палатки и объявили бессрочную акцию протеста. Правда, продержались совсем недолго. Вообще, всю эту неделю разные политические силы испытывали себя в митингах. Кто и главное, зачем выводил людей на акции. Разбиралась Алла Мачишок. Дети полегли за нашими, все есть, живи. Выбороли Майдан, а это все так же все. Ганьба! Почему Ганьба? Ганьба! Вы видели его? Траур, слезы, цветы и лампадки. Очередные обещания и новые лозунги. Кордоны полиции. Все переплелось. Вне третьей годовщины революции достоинства, когда украинцы вышли на Майдан почтить память героев Небесной Сотни, политики устроили пятидневный марафон митингов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Несколько активистов задержаны. Порядок в центре охраняют 6 тысяч полицейских и спецназ. По всему Крещатику кордоны и сетка. Митингующие обещают бесстрочную акцию протеста и рядут. Призывают людей приезжать. Но люди не идут. Тихо несут цветы на аллею Героев Небесной Сотни и мирно расходятся. Вы ходите на акции протеста, люди готовы. Но не поддерживая тех, кто есть сейчас. Это не решение глобальных проблем государства, а свои колуарные интересы. Назар Мухачев был сотником Евромайдана. В эти дни он также пришел на институтскую почтить память погибших героев. Говорит, больше всего возмущает, что политики используют для пиара даже такие дни. А народ, естественно, сейчас чувствует изменение. Он чувствует несправедливость этих вещей. Понимаете? Вот есть, например, вопрос о блокаде. Почему блокируют только частину направлений, а частину не блокируют? То есть это блокирование, а это переделы каких-то потоков? На самом деле, иншее вопрос возникает. Почему не сделали блокирование летом? Почему только сейчас? Про эти же контрабандные потоки было известно. И становится понятно, что это не свои колуарные интересы, свой политический рейтинг. Главной заинтересованной стороной в массовых антивладных акциях была Москва. И, в основном, мы видели и за работой ботов, и за тем, что телеканал «Звезда», «Извезды», и так далее, и так далее, российские ЗМИ агитировали очень активно, не рассчитывая интернет-складовую. Но, несмотря на такую масштабную информационную атаку, люди их не поддерживали. Понедельник, 20 февраля, годовщина самых страшных событий Майдана и разгар протестного марафона. Блокадная вечер продолжается. На Майдан вышли революционные правые силы. В этот раз около 500 человек. На Банковой уже тихо. Те, кто обещал накануне редут, скромно передумали. Мені інколи навіть соромно, знаєте, тому що ходячи тут з гаслами, і з плакатами, і з лозунгами, збираючи Майдани, краще би ці сили направити на допомогу і порятунок наших солдат, героев, яких все менше, і з кожним людьми. Наталья – волонтер. В эти дни она готовится к поездке на фронт. Уверена, пока в стране война, не до манифестацій з політичним душком. Но политсилы не сдаются. Ситуацию з блокадой решили использовать і представители правого сектора «Свободы», «Укропа». Во вторник они пришли к Верховной Раді, но ненадолго. Их протестного запала хватило лишь на час, хотя в соцсетях накануне обещали хорошую плату за участие в акції. А точку в череді митингов поставили націоналісты. Об'єдінившись, вийшли нацкорпус Білецького «Свобода» і «Правий сектор». Політологи кажуть, рейтинги цих політсил очень упали. Вот вони і решили напомнить о себе хоч таким образом. С боку націоналістів не було якихось силових спорту. Тобто вони демонстрували і маніфестували себе в межах системи. Виборчої, тобто з активним прицілом на політичне об'єднання, щоб потім брати участь у виборах. Всі ці акції, по словам політологів, нічто інше, як зондування почвы разними силами. Але события ясно показали – люди нікого не підтримують. Хоть і ситуації в країні довольних дуже мало. Народ вже готовий піднятися, готовий збунтуватися, але ще немає таких потужних природних лідерів, які б його дійсно могли повезти і яким народ зараз би дійсно повірив. Цей лозунг «Не заважай нам красти, а то Путін нападе». Він спочатку ще працював в 14-му, в 15-му, але зараз до людей вже доходить, що він створений абсолютно штучно. До чого ми йдемо? Ми йдемо до дуже жорсткого протистояння. Алла Матюшок, Вадим Свиридонов, Наталья Неделька і Богдан Савруцкий. Подробності недели. Телеканал «Интер». Одною з самих обсуждаемих тем на этой неделе стали украинские дороги, которые исчезають в феврале вместе со снегом. Состояние наших дорог катастрофическое. Даже в Мининфраструктуре признають в неудовлетворительном состоянии 90% асфальтного покрытия. То есть нормальных дорог у нас попросту нет, а их финансирование есть. В ямы и выбоины, как в Решету, уходят миллиарды бюджетных денег. Так почему же украинские дороги одни из худших в мире? Ответ на вопрос искала Елена Митясова. Он исчезает с приходом весны, испаряется со снегом и морозами. Асфальт ну никак не приживается на украинских дорогах. Автомобилисты даже шутят. Пора праздник прощания с асфальтом инициировать. Как-никак, есть что отмечать. В Украине сейчас с дорогами просто катастрофа. Разрушены трассы, разве что кроме новых, построенных к Евро-2012. Разрушены дороги и в городах. Вот Киев, европейская столица и в центре и на окраинах сплошные ямы. Но может проблема и не в дорогах, просто транспорт для них слабоват. Внимание, эксперимент. На чем в столице ездить хорошо? Испытываем самый народный вид транспорта – маршрутку. Ну, с Богом. С первых секунд уже не по себе. Сколько ямус? Раз, два, три, пять. Попробуй бродить, чтобы не попасть в нее. Если у водителя сердце уходит в пятки, что говорить о пассажирах? Прямо как на батуте. Вот такая дорога. Она вспоминает качели, аттракционы. Не маршрут, а полоса. Может, в троллейбусе будет лучше, но в салоне, как на испытании. Удержаться сложно, продвигаться опасно. Хорошо, если попутчик подставит плечо. А если нет? Ой, извините. Если такое экстрим в Киеве, что говорить о других дорогах? В Ужгороде Елена Цива влетела в аварию. Двумя колесами въехала в яму с арматурой. Тут я потрапила в эту неприятную ситуацию. Сломала диски и порезала шины. Но Елена – одна из немногих, кому удалось отсудить деньги на ремонт машины у дорожной службы. Прошло 7 судовых заседаний. Но закончилось позитивно. 12 636 гривен и сплатила ремонт на дорожное управление. Но случай Елены – скорее исключение. В Украине суды с дорожниками выигрывали единицы. А вот аварии за ям – тысячи. Езда нашими дорогами – это маневры не для слабых духом. Сейчас пытаемся покорить столичную дорогу на легковушке. Это еще не самая худшая дорога. А вот как машину трясет. И здесь, я не знаю, порой только на танках ездят. А вот вам филиал Черного моря. На столичной дороге. И на украинских трассах ситуация не лучше. Некоторые вообще превратились в непроездную зону. Это трасса Н-11. Ведет она из промышленного кривого рога в порты Николаева. Казалось бы, это важный инфраструктурный элемент масштаба всего государства. Но здесь не то, что проехать. Иногда даже пройти сложно. Владимир Никулин тут не раз оставлял колеса. И вот снова поездка влетела в копейку. Я поменял шар в его поле. Сейчас тяги в багажнику купил. 580 гривен тяги. Они разлетаются. Тут нагод не хватает. Почему в Украине дороги исчезают в феврале? Этим вопросом почти 20 лет задается Ирина Ящук. Столько она живет в Варшаве. И каждый раз, когда едет домой в Ривны, недоумевает. Бог нам дал такие самые руки, то есть аморозу, а ничего с ним рода. Вот и она, это другая реальность. Так после зимы выглядит автотрасса в Польше. Здесь не подбрасывает и не трясет, а наоборот убаюкивает, говорит моя коллега Инна Белецкая. Она отправилась туда с инспекцией. Польша, пример показательный. Еще не так давно тут были одни из худших дорог в Европе. Пока в них не начали закатывать миллиарды инвестиционных долларов. И в стране появилась сеть современных автобанов. Здесь тоже есть дыры в асфальте. Вот только не такие мушители. Вместо жезла, линейка и полицейские начинают замерять ямы. Это будни ривненских копов. Со стороны выглядит нелепо, но по-другому никак. Дыра глубже 4 сантиметров считается аварийно опасной. Но дорожные службы, как показывает практика, не возьмутся за нее, пока им не предъявят несколько предписаний или штрафов. Двенадцать. Уже почти полгода с украинским бездорожьем борется бывший министр Польши Слабомир Новак. Почему сейчас ситуация настолько плачевна? И как он собирается превратить наши направления в современные трассы? Узнать о его планах не удалось. Глава Украфтодора отказался от интервью, как, впрочем, и министр инфраструктуры. Из ведомства мы получили лишь письменный ответ. В асфальт в 2017-м закатают порядка 35 миллиардов гривен. Их хватит на 2000 километров полотна. И тут же примечание. На данный момент изношены 90% дорог. Тогда куда же все эти годы шли миллиарды бюджетных гривен? Смотри, какой путь у этих денег. То есть сначала дорожный фонд. Он наполняется не полностью, потому что есть какая-то часть контрабанды. Дальше идут деньги на строительство. Масса средств попросту раскрадается. В конечном итоге реально доходят туда абсолютные копейки, которых не хватает ни на что. При этом можно посчитать, сколько автомобилисты платят ежегодно налогов и сборов. С одного литра топлива почти половина стоимости идет в госказну. Это тысячи гривен с одного автовладельца в год. А если еще, приплюсовать сбор за регистрацию машины, отчисление за растаможку, налог на роскошь. И при таких суммах украинские дороги ремонтируют вот так. Методика заделки дороги. Это сейчас новая, да, такая? Хотя правила укладки асфальта одинаковы во всем мире. Цемент, песок, бетон, асфальтные смеси. Почему у поляков этот набор выдерживает десятилетия? А у нас как в анекдоте. Чтобы дороги выдерживали 20 лет, нужно все делать солидно. То есть конструкция, подушка, несколько слоев асфальта и, конечно, через некоторое время замена верхнего слоя. У нас срок годности верхнего слоя дорог 15 лет. Соседи поляки под боком, но мы, оказывается, на уровне Мозамбика, Конго и Парагвая. Украина соседствует с этими странами в рейтинге самых худших дорог мира. Мы четвертый с конца. Немного откатов, чуток дерибана, потом распилить. Вот компоненты украинского бездорожья. И до тех пор, пока миллиарды бюджетных гривен будут оседать в карманах чиновников, ездить будем как в трамвае. Не по дорогам, а исключительно направлениям. Елена Митясова, Мария Анна Бурякова, Инна Белецкая, Кирилл Ющишин, Марина Коваль и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Сейчас вы будете очень удивлены. Но вот за такое состояние дорог главу Украфтодора еще и премировать могут. Министр инфраструктуры предложил дать ему дополнительно 200-300 процентов оклада. Чем же заслужил Новак такое поощрение? А вместе с ним и другие топ-менеджеры госпредприятий. Даже еще большие суммы. Смотрите в нашей справке. На иностранца слова мира Новака у отечественного Кабмина большие надежды. Ведь современные польские автобаны это и его заслуга. Вот только у себя на родине Новак оказался причастен к коррупционному скандалу, что и поставило точку в его карьере. На его руке заметили швейцарские часы, не указанные в декларации, стоимостью в 5000 евро. По меркам наших слуг народа дешевая безделица. Но Новаку она стоила министерского кресла. В украинском Автодоре Новак, похоже, трудится не корысти ради. Ведь по словам министра инфраструктуры, его официальная зарплата 10-12 тысяч гривен. Но если ее немного увеличить с помощью премий, то можно выйти и на европейский уровень оплаты. У землякаслого мира Новака, Войцеха Болчуна, не настолько скромные официальные заработки в Украине, он с лета реформирует Укрзалезныцу. Еще одно заколдованное ведомство, где, как и в Украфтодоре, бесследно исчезают деньги. Сколько за свою работу получает Болчун, точно неизвестно. По информации журналистов, около 500 тысяч гривен в месяц. Хотя еще раньше в Министерстве экономического развития заявляли, со всеми премиями и доплатами его доходы могут составлять миллион долларов в год. Ведь что-что о зарплатные уравнения в Украине решать умеют. И не важно, что из пункта А в пункт Б по нашим дорогам ездят старые поезда. Но не только иностранным топ-чиновникам в Украине жить хорошо. Оказывается, в отдельных случаях украинские зарплаты вполне могут конкурировать с европейскими. Например, у руководителей Нафтогаза. Зарплата Андрея Коболева 1 миллион гривен. А если включить волшебный калькулятор премии надбавок, то сумма может распухнуть втрое. Или вот руководители Укргаздобычи. По документам, которые попали в СМИ, председатель правления государственной компании Олег Прохоренко получает миллион гривен. Всего в Украине десятки госкомпаний. Вот только сведения о зарплате их руководителей крепко прячут в толстых папках. Видимо, чтобы не смущать общественность. Ведь народные 3200 и уж больно велик контраст. Впечатляет и еще один контраст между тем, что требует от Украины МВФ и тем, что готовы сделать наши политики для получения очередного транша. Какие из условий на миллиард действительно нужно выполнить Украине? А еще сколько миллиардов гривен этой зимой мы все переплатили по новым платежкам? Поговорим об этом всего через 10 минут. Прервемся на рекламу. Тарифная забастовка В какие долги вогнал украинцев уходящий отопительный сезон? И как много людей не собираются платить по драконовским счетам? Монетизация веры Кто позволил настолько окрепнуть религиозным сектам? И в чьи карманы утекают десятины их прихожан? Важнейший день важнейшего из искусств. Трансформация Оскара. Как политика переписала сценарий вручения самой главной кинопремии? Это подробности недели. Мы начинаем вторую часть выпуска. И начинаем с новости хорошей. Это заняло больше трех лет. Подписать и дождаться ратификации всеми странами ЕС соглашения об ассоциации с Украиной. В апреле прошлого года этот процесс, казалось, был остановлен. Когда голландцы на референдуме сказали нет Украине. И вот, наконец-то, на этой неделе премьеру Нидерландов Марку Рютте удалось провести через парламент столь долгожданное решение. Впрочем, свое слово еще должен сказать Нидерландов. А вот когда это произойдет и когда Евросоюз получит ратификационные грамоты от Нидерландов? Узнаем у Елены Зориной. Она сейчас в Брюсселе и с нами на прямой связи. Елена, приветствую. Но скажи, когда примерно завершится весь процесс и точно ли уже нет никаких препятствий для того, чтобы ратификация завершилась? Леш, здесь, в Брюсселе, дают пока что сдержанный прогноз. Окончательно ратифицировать соглашение об ассоциации в Голландии могут не раньше 15 марта. Именно на эту дату в стране назначены парламентские выборы. И судьба ассоциации, по сути, полностью зависит от будущего политического расклада в Нидерландах. Ведь голосование в Нижней Палате Парламента это еще далеко не все. Документ должен одобрить Сенат. В этом-то и загвоздка сейчас среди лидеров избирательной кампании так называемые евроскептики из партии Свободы. Именно они активно продвигали в прошлом году идею референдума. Я лишь напомню, тогда 60% жителей Нидерландов высказались против ратификации. Практически год понадобился украинским дипломатам, чтобы изменить эту ситуацию. Надо сказать, что и само голосование в Нижней Палате Парламента было непростым. Депутаты даже предлагали подписать с Украиной дополнительный политический документ. Но все же до этого не дошло. Хотя чувствовалось, что политики уж очень осторожничают и тянут время как могут. Голосование отложили на последний день, точнее даже вечер, когда заседал парламент. И все происходило по особой процедуре. У каждого из депутатов спрашивали лично, поддерживает он ратификацию или нет. 89 из 150 высказались за, но и несогласных было немало 55. Так что сюрпризы после парламентских выборов все-таки возможны. Даже эксперты пока обходятся без оптимизма в этом вопросе. Мол, давайте подождем. Но повод для радости все-таки есть. На предстоящей неделе будет еще один важный шаг по сближению Киева и Брюсселя. Ожидается, что уже в среду окончательно утвердят механизм приостановления безвизового режима. Проще говоря, для Украины это финишная прямая. Ведь после этого наша страна получит долгожданный безвиз. Алексей. Понятно. Ну что ж, нам остается надеяться, что первую годовщину референдума в Нидерландах 4 апреля мы будем отмечать, если не с безвизом, то уже хотя бы с ассоциацией, которую ратифицируют все страны ЕС. Елена Зорина была с нами на прямой связи из Брюсселя. Спасибо, коллега, за работу. Еще одна новость из Европы. Известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что попытки его задержания по запросам США и Испании часть компаний по его политическому преследованию. Земельный суд Вены решил, оснований для задержания бизнесмена под стражей нет. И тем самым отклонил ходатайство прокуратуры в рамках дела об экстрадиции в США. Ранее в четверг земельный суд отклонил такое же ходатайство по запросу Испании. Дмитрий Фирташ прокомментировал свое освобождение. Я удовлетворен решением суда. Находясь на свободе, я смогу построить качественную защиту дальнейшую. Все, что происходило со вторника, одно задержание, другое задержание, это никого не оставило сомнений по поводу того, что это политическое преследование меня. Я говорил, что я не виноват, я не нарушал никакого закона. И я здесь, находясь в Австрии, докажу свою правоту. Ну и вернемся к украинской политике. Пока депутаты решают, с кем дружить в парламенте, а с кем нет, важные вопросы для Украины остаются нерешенными. Один из таких – транш МВФ в 1 миллиард долларов. Но чтобы получить эти деньги, украинское правительство обязано выполнить больше 10 требований. Какие? Посмотрите в нашей справке. Путь к деньгам, который лежит через Кабмин и парламент. Украина в ожидании очередного транша. Цена вопроса – 1 миллиард долларов. Но чтобы его получить, нужно постараться. МВФ поставил Украине 12 условий, так называемых структурных маяков. Выполнили из них всего несколько. К примеру, пересмотрели нормы субсидий и запустили систему е-декларирования доходов чиновников. Остальные пункты – предмет споров и торгов. Впрочем, как и сам транш. Проект меморандума с Международным валютным фондом не видел никто. В Минфине лишь обтекаемо говорят – переговоры на финальном этапе. Остались только технические моменты. Вот только в парламенте явно скромничают. Ведь и техническими моментами называют нормы, которые стали камнями преткновения и украинских депутатов, и министров. К примеру, пенсионная реформа, в которой очень много спорных моментов. Да и сама она еще не выписана, а дедлайн может быть уже в апреле. Еще среди требований МВФ, которые явно взорвут парламент, решение земельного вопроса уже в ближайшие месяцы. Расширение полномочий НАБУ до конца мая и создание антикоррупционных судов. А пока все это на стадии технических переговоров. В правительстве и нацбанке технично кормят обещаниями и передвигают дату возможного получения Украины и транша. Обсудим тему с Оксаной Продан, замглавой фракции БПП, и, что даже более важно, ответственным экономистам, которые не скатываются в популизм, не чистую теорию. Правда, Оксана? Спасибо, что пришли. Ваш прогноз. Как долго стало ждать финальной версии меморандума с МВФ? Ну, на самом деле, я думаю, что никто в Украине сейчас не скажет конкретную дату этого меморандума. Все переговоры ведутся в абсолютно закрытом режиме. Налоговый и таможенный комитет, в котором я работаю, никакого понимания о том, что происходит и какие переговоры ведет Министерство финансов, на данный момент не знает. Но в парламенте вот сейчас уже даже начали появляться законопроекты о моратории на подписание меморандума с МВФ. Что это? Чистый пиар, популизм или просто желание подстраховаться и не принимать участие даже в обсуждении тех громких и скандальных законопроектов, которые общество может не принять? Я думаю, что вносить проект, который не несет за собой никакой смысловой нагрузки, зная точно, что он не может будет пройти через парламент, это чисто политическая деятельность. Вопросы, которые обсуждаются, что по-вашему нужно Украине, а что нужно отсечь? Например, пенсионная реформа. Смотря какая. То есть если мы говорим о том, что раньше декларировали исключительно об увеличении пенсионного возраста, не о чем говорить. Но если мы говорим о изменении системы, которая сегодня однозначно не работает и которая не обеспечивает страхование пенсионного, тогда да, можно говорить о изменении пенсионной системы. С тем, чтобы мы с вами, наши дети, имели шанс получить эту пенсию, реально пенсию в будущем. Хорошо. Также коротко попрошу прокомментировать и земельную реформу. Вы считаете, что этот вопрос может решиться хотя бы в течение ближайшего года или нескольких? Я уверена, что на данный момент в парламенте нет голосов для того, чтобы отменить мораторий на продажу земли. Поэтому мы можем говорить только о прозрачности процедур, которые сегодня действуют, о полном очищении кадастра. Государство должно показать, очистить все те земельные участки, которые есть, чтобы было понятно, кто чем владеет. И это тоже важно. Оксана, ситуация экономическая вообще. Насколько мы на сегодняшний день заинтересованы в транше очередном от МВФ? Учитывая последствия от блокады на Востоке, эксперты грозят миллиардными и многомиллиардными потерями. Курс гривны может просесть? Блокада на Востоке. Курс гривны сегодня не зависит. Ну, абсолютно другое, чем, опять же, вы говорите. Но на самом деле МВФ нам нужен как партнер для того, чтобы, во-первых, с нами работали другие международные организации и кредиторы. Во-вторых, держать, реально держать курс, это помощь, дополнительные деньги. Ну, и что важно, не только для нас, но и для МВФ нам необходимо возвращать ранее взятые кредиты. А для этого, опять же, надо перекредитовываться в том же МВФ. Действительно, это правда, что в новых требованиях МВФ есть такой пункт запуск финансовой полиции вместо старой налоговой полиции? Или это все-таки наша украинская идея, которую пытаются? Я думаю, что это правильное предложение со стороны правительства Украины, если оно там есть. Никто же не видел последнего графта. Но мы вынуждены сегодня говорить о новых каких-то механизмах, потому что на прошлой неделе все-таки парламент смог провалить возрождение налоговой милиции. Сегодня этого органа нет. Он до юра вроде как есть, но полномочий у него нет. Пользуясь возможностью тем предпринимателям, которые не знают, полномочий налоговой милиции сегодня нет. Поэтому Министерство финансов, Кабинет министров заинтересован в том, чтобы создать новый орган, который бы проводил какие-то финансовые мониторики. Вот вы правильно сказали, как минимум дважды на этой неделе в новостях очень громко засветились украинские налоговики. Сначала в парламенте попытались реанимировать налоговую милицию. Депутатам, чтобы остановить эту затею, пришлось даже блокировать трибуну. А под конец недели появилась новость о самой большой за последние месяцы взятке. Это целых 70 миллионов гривен. Якобы именно столько пыталась получить группа сотрудников фискальной службы у руководителя одного из предприятий. Такая цена была назначена за возмещение НДС на сумму больше 300 миллионов гривен. Генпрокурор Юрий Луценко отчитался у себя в Фейсбуке о задержании нескольких человек при получении первого транша взятки. Это было не много, не мало. 33 миллиона гривен. Оксана, ну начали мы говорить о налоговой, о финансовой полиции. Какую из этих направлений вы поддерживаете? Налоговую или финансовую полицию? Я была среди тех депутатов, которые делали все, чтобы не было проголосовано за отроджение податковой милиции. И я переконана в том, что это минуло. Мы не имеем права допустить их восстановление. А теперь мы говорим о службе создания финансовых расследований. Я переконана в том, что... Ну хорошо, как быстро это можно сделать и каких изменений можно ждать? Что конкретно может измениться после запуска финансовой полиции? У нас с полицию реформировали, много кричали, но результатов нет. Не получится ли так же с финансовой? Во-первых, я бы разделяла вообще... Я говорю о качестве реформ. Значение. А я бы разделяла значение вообще налоговой милиции как таковой. Вся ее история с 2005 года нам ее обещали ликвидировать. Я говорю сейчас как бизнес, как граждане, потому что это только маски-шоу. Никакой эффективности их работы никто не смог доказать даже сейчас, когда мы обсуждали надо-не надо. Поэтому это абсолютно разные уровни. Но когда мы говорим о создании другого органа вместо налоговой милиции, это однозначно должен быть орган, который будет заниматься аналитикой и который будет заниматься исключительно преступлениями с большой стоимостью. Большие экономические преступления. Это не должны быть те люди, которые были вчера, которые еще до сих пор числятся в кадрах налоговой милиции, которые ходили и собирали, извините, деньги не в государственный бюджет. Ну а об эффективности налоговой милиции могу от себя добавить. Специально проверял, готовясь к эфиру. Два месяца уже не существует ее, но за это время никакого всплеска коррупции или преступлений налоговых в Украине не видно. Спасибо вам за этот разговор. Оксана Продан была гостем подробностей недели. Мы с вами продолжаем. Шок и возмущение и требования пересчета. Именно так можно описать этот отопительный сезон по новым тарифам. А его результат – снежный ком долгов. Суммы более чем впечатляют. Так, долги жителей за коммуналку больше 23 миллиардов гривен. Уровень проплаты снизился в несколько раз. Ну, людям просто нечем платить, а субсидии полагаются не всем. Кроме того, государство не выплачивает дотации теплопоставщикам за субсидиантов. Результат – растет задолженность предприятий перед «Нафтогазом». Сейчас это 32 миллиарда гривен. О тарифном ИГе этой зимы – Павлина Василенко. Новый месяц – новые рекорды в платежках. Откуда взялись уже эти 17 тысяч гривен? Установить квартирный счетчик Любовь решила после того, как получила квитанцию за ноябрь. За ее небольшую квартиру насчитали почти 8 тысяч гривен. Теперь по счетчику платят в десятки раз меньше. Но поставщик тепла и дальше шлет письма счастья с космическими суммами и угрозами. На ваше майно в том, что шли квартиру, будет накладен арешт, после чего его вылучить и примусово реализовать. Это уже 17 тысяч 948. Любовь решила заплатить за отопление, исходя из средних показаний квартирного счетчика, и требовать перерасчета. Вот получается 800 гривен. Это за два месяца квартира потребила тепла. Но не 17 тысяч. Я совершенно не собираюсь платить ту сумму, которую они мне написали. Если в следующем месяце они мне захотят написать 34 тысячи, например, то что, я тоже должна буду это платить? А этот дом с октября полностью отказался платить за отопление именно потому, что счетчика нет. Его украли из подвала еще в августе, а новый до сих пор не установили. Плату за тепло считают по среднекиевским показателям. И это жильцов не устраивает. В стране с 8 тысячами, да, 2 500 вроде как еще и, ну, божеская сумма. Хотя, я же говорю, если бы был счетчик, это была бы сумма там в полторы тысячи гривен, в тысячу триста. Много ли не платят? Ну, вы же знаете, какая сумма не платят же и по стране, и по тому же Киеву. Это что называется? Это называется тихая забастовка. В Киевэнерго говорят, жители столицы обрастают долгами. Сейчас горожане задолжали только за отопление 2 миллиарда гривен. И реструктуризировать долг люди не спешат. За все время с просьбой о рассрочке обратилось меньше тысячи человек. Основная масса людей просто не платит. Или платит частично. То есть люди, многие пошли по пути, что вот он получил платежку, посмотрел, что он может заплатить там тысячу гривен, заплатил тысячу гривен и дальше ждет. А по законодательству и технически в старых домах мы не имеем права отключать эту тепловую энергию. Люди не платят, потому что ждут перерасчета. Как жильцы этого дома. Нашумевшая история. Месяц назад Ольге пришла платежка. 7 900 за квартиру в 88 квадратов. Месяц продолжались переписки с поставщиком тепла и шли собрания жильцов. И вот на днях в их доме появилась комиссия. Оказалось, что люди платили за отопление неучтенных подвала и мансарды. Это вообще признание того, что действительно было надмирное нарахование. Это уже маленькая перемога. Но остаточную перемогу мы получим, когда лечительник будет установлен на нашем доме. Я не хочу платить за обогрев асфальта в своем дворе. Поставщики тепла сетуют. В каждом доме не проведешь измерения. А после ликвидации ЖЭКов на домовые пристройки обращать внимание некому. И теперь решение коммунальных проблем в руках самих жильцов. А вот как тарифы устанавливают? Тайну их формирования рассказать сложно. Вроде и есть специальная формула, но у каждого теплоэнерго своя арифметика. Судя по средним показателям платежек, самое дешевое тепло в Днепре, а самое дорогое в Кривом Роге. А вот в Закарпатье вообще нет центрального отопления. С 2011 года вся область на автономном. Но и это не спасло от теплового удара. Виктория газовый котел в квартире поставила 12 лет назад. Было выгодно. Теперь нет. Если мы в 2005 году платили там до 200 гривен. Сейчас за сечень нам вышло, я заплатила 2100, плюс 500 гривен, это уже я оформила субсидию. Эта зима в Закарпатии выдалась суровой. Газа уходило много, говорит Виктория. Хотя батареи были еле теплыми. У меня целыми днями даже дома нет, но я работаю сегодня на то, чтобы сплатить вот этот высокий тариф. Наших чиновников там в Киеве, они должны все-таки где-то понимать, что население это не тягнет. На данный момент в Закарпатии люди задолжали за отопление почти полтора миллиарда гривен. По минулому року больше-менее рассчитывания были нормальными. А сечень месяц показывает, что население на 60%, 68-60% рассчитывается за спожитый газ. А ведь и эта цена на газ не окончательная. На днях Кабмин утвердил порядок пересмотра розничных цен на газ для населения. И теперь, если стоимость импортируемого топлива увеличится за полугодие более чем на 10%, правительство будет в праве каждые полгода пересматривать цены. Это такая схема-схема, как и Роттердам плюс, только Роттердам в уголе и в электроэнергии, а это в газ. Забовязали НАК «Нафтогаз» и «Укргазовое добывание» и свою цену изменять. Эта цена внутреннеукраинская должна также расти за ценой в Немечке. А уже с 1 марта в пятый раз подорожает электроэнергия. Параллельно с этим Генпрокуратура займется расследованием деятельности Нацкомиссии по регулированию энергетики Украины, которая контролирует тарифы. Первыми проверят Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую области. Именно там подозревают, тарифы завышены. Но снизятся ли расценки после проверки ГПУ – большой вопрос. Павлина Василенко, Марина Коваль. Подробности недели. Телеканал «Интер». К концу этого года по расчетам Кабмина 9 миллионов семей будут получать субсидии. А это больше половины всех украинцев. Для сравнения, в Европе людей на социале не более 10%. И это в основном нетрудоспособные граждане. У нас же наоборот работающие. Вот только уровень их доходов не позволяет самим оплатить даже коммуналку. И это реальный показатель уровня бедности в нашей стране. Еще один показатель – бюджет семьи на питание. Ведь все, что остается после уплаты коммуналки, большинство украинцев тратит именно на еду. При этом наблюдается интересная тенденция. Чем тяжелее социальная ситуация в стране, тем больше становится религиозных сект. Построенные по принципам финансовых пирамид. Они успешно продают духовные ценности за вполне материальные деньги. И тысячи доверчивых людей продают квартиры и машины и несут свои пожертвования. Как ловят прихожан в свои сети пасторы? Почему секты выгодны политикам? И почему Украина – лидер в Европе по количеству религиозных организаций? Про опиум для народа Руслан Смещук. Он победу давал мне снова. Харизматичный оратор на сцене, громкая музыка, много дорогого освещения и танцующие люди. Это не рок-концерт, это религиозная служба в церкви Возрождения. Умирай с собой! Попи, начнутся, креста! Излечение от смертельных болезней, снятие страшных проклятий и гарантия будущей счастливой жизни. Человеческие страхи и желания – лучшие инструменты для лидеров религиозных сект. Ну а за эфемерное духовное богатство они берут благо вполне земные. После служения когда подходит руководитель, ну, одна из помощников пастыря, говорит, мне приснилось, что надо, что ты мне взял машину, ты можешь мне взять? Духовный центр Возрождения, по информации СБУ, набирающая огромную популярность, религиозная организация, во главе которой стоит человек, называющий себя апостолом и отсидевший за мошенничество. Также Владимир Мунтян, последением нашего источника, является одним из приверженцев нового мирового порядка, идеологии христианской теократии. И периодически в масс-медиа появляются разоблачительные материалы об этой организации. У нас была домашка, там зарабатывала полторы тысячи гривен, она уборщица работала, но несмотря на все, этот пастырь приходил на домашку и он требовал деньги. И когда давали мало, он обижался, он говорил, что этого так Бога не уважает. Вот как все выглядит изнутри. Видео нам передал один из бывших прихожан. Рамки металлодетекторов на входе, портативные сканеры, в руках многочисленные охраны. Внутри огромный павильон. Каждого ждет конверт для пожертвования. И буклет, где вам предлагают стать партнером Бога за американские доллары. И люди часто отдают последнее, становясь жертвами умелых манипуляций. Церковно-служителям предъявить обвинение, что вы мошенники, очень сложно. Потому что изначально все-таки ставится вера. Вот когда уже человек верует на 100%, скажем так, оголтело, фанатически, вот тогда уже есть смысл поразмышлять по поводу его финансов. За свою профессиональную практику Юрий Ирхин провел десятки психологических экспертиз, работал с пострадавшими членами Белого Братства и Церкви Посольства Божьего. Говорит, каждого неофита подвергают так называемой атаке любовью, тем самым завоевывая сперва его сердце, а потом забирая кошелек. Туда приводит тотальное одиночество, непонимание со стороны близких людей. И он ищет поддержки, понимания извне. А всякого рода культовые организации, они как раз на этом и строятся. А чем хуже экономическая ситуация в стране, тем активнее возникают разнообразные секты. Год от года жулики и дельцы от религии совершенствуют свои методы. Если в 90-х, чтобы одурманить тысячи людей, достаточно было объявить себя новой реинкарнацией Христа, как в Белом Братстве. Господь Мария Деви Христос пришла свидетельствовать о себе. В нулевые мошенники стали действовать тоньше. Именно тогда возникает посольство Божье Санды Аделаджи. Пастор убеждал прихожан вкладывать в финансовый трасс, соблазняя высокими процентами, еще и с Божьей благодатью в придачу. Сейчас Аделаджи обвиняют в мошенничестве и причинении вреда гражданам на сумму в 52 миллиона гривен. И хотя суды по его делу еще идут, сам Санды продолжает тихо править свои службы. Правда уже без былого размаха. Привлечь к ответственности лидеров религиозных организаций и доказать факт мошенничества крайне сложно. Ведь люди отдают свои деньги добровольно. А из их десятин потом вырастают настоящие дворцы. Например, имение Санды в Ирпине или загородные комплексы в поселке Лютеш. За оградой с охраной на КПП, возведенной прямо возле Киевского водохранилища. Все законно, правда общаться с журналистами не хотят. Скажите, будь ласка, а пан Мунтян, он тут проживает? А чего вы уходите? Добрый день. Скажите, будь ласка, а пан Мунтян проживает тут? Ну, я не знаю. В Украине, на жаль, немає превентивних заходів и засобів для того, чтобы людина не стала жертвою аферистів в аспекті сектанства. У нас тільки так працює законодавство, що вже за наслідками, якщо людина втратила майно, втратила здоров'я, інші наслідки, тільки тоді відкривають кримінальне провадження. Кроме того, часто подобні організації пользуються покровительством политиков. Ведь послушная паства – идеальный электорат. Хай Господь Бог береже вас і надає вам сил для того, щоб ми йшли всі разом до світу. Я хочу, щоб ми з вами об'єднали зусилля для того, щоб принести Бога в політику. Організувати легальну церкву в Україні чрезвычайно легко, ведь українське законодавство гіпертолерантно в цьому вопросі. Ми фіксуємо на 1 січня ще минулого року, бо остаточних цифр ми немає, 35 тисяч 600 религійних організацій. Щоб зарегіструвати религиозну організацію, достатньо иметь устав і 10 членів. Тому ефективних государственних механізмів по борьбі з торговцами верою в Україні нет. Руслан Сміщук, Сергій Ерєменко і Василий Миновчаков. Подробности недели – телеканал «Интер». Опять под прицелом. На этой неделе самой горячей точкой на карте АТО снова стала Авдеівка. Боевики накрывали огнем жилые кварталы. Сейчас в городе перебои с отоплением, электричеством, мобильной связью і інтернетом. А все потому, что в пятницу противник обстрелял ЛЭП. В результате электроснабжение города, коксохимического завода і Донецької фільтровальної станції прекращено. І отремонтировать линии бригады не можуть. Із-за непрекращаючогося огня. Наша сторона пыталась договориться з боевиками о режимі тишини, але те отказались. В каких условіях сейчас работають люди, от которых зависит жизнедеятельність Авдеівки? О фронтовых буднях коммунальщиків Геннадий Вивденко. Звуки взрывов і бесконечна канонада выстрелів. Боевики бьют по Авдеівки і окрестностям. Кто-то прячется в подвалах, кто-то работает. Меньше сделай! Звуки взрывов і ремонтників при фронтовій зоні вже привыкли. Работати приходиться в екстремальних условіях, ведь именно от них зависит, буде ли свет или вода в городі. Работи приходиться прекращать, только если противник начинает массированные атаки. Я трубу просто нанесу старую на новую. І все, проходилась. Старая труба, вже 20 років. Так под звуки выстрелов, які хорошо слышні відсюду, на Авдеівському Коксахимі проводять реконструкцію. На контейнере видны попадання осколков от минометного снаряда. Мина упала буквально вот сюда. Однак здесь сейчас уже лежат новенькі трубы. На заводе идет реконструкція. Возобновляють, в частности, так называемую тушильную башню. Она готова уже буквально на 80%. Строители обещают, що полностью она буде обновлена уже через місяць. Материал є. Все остальное погода позволяет. Работаємо. А выстрелов не боїтися? Там, в принципі, нет. За три года привыкли. Все страшно, только дурак не боїться. Когда летит рядом, механин летит. Жалко людей. Наши коллеги погибли. Только на территории Коксахима за три года войны прилетели 320 снарядов. Ранены 50 сотрудников. Убиты 10. Один из них слесарь Сергей Кругленко. На месте гибели памятная Стелла. Самое жуткое отец своими руками ставил. Они бежали просто. Открил бур. Летели мины. Они с первого цеха бежали к нам. Скажем так, себе домой. Прятаться. Не добежали. Под огнем боевиков часто оказываются и линии электропередачи, и водопроводы, и дороги. Противник бьет по жилым кварталам. Крупнокалиберный снаряд влетел именно вот туда. Предположительно, стрелял танк со стороны боевиков. Оттуда сразу вынесло три этажа. Там пострадали двое подростков. Сейчас ведутся работы для того, чтобы хоть как-то жители могли здесь дальше существовать. Жилье восстанавливают силами местных коммунальных служб. Ремонтники трудятся тоже, несмотря на постоянные обстрелы. Любые восстановительные работы несутся. Есть смысл. На данный момент времени, как бы, по большей части проводятся аварийные работы, которые позволяют сохранить те или иные строения, которые пострадали в результате боевых действий. Пока установили металлические конструкции, чтобы не обрушились этажи. Надежно, как думаете? Надежно было. Рабочие зашили стены, поврежденные снарядами, деревянными плитами. Мы его отгородили от этой пропасти. Дальше тут нужны серьезные люди, проект, чтобы он мог семью позвать домой, детей, чтобы они тут ходили и не падали в пропасть. Дома в Авдеевке, как и в других прифронтовых городах и селах, восстанавливают в частности благодаря помощи волонтеров и международных организаций. Ведь вопрос с компенсацией за разрушенное жилье пока на государственном уровне не решен. Кто пас мне финансовую помощь? Кто мне дверь поставит? Где это государство? Какая государство ставит? Все за деньги будут покупать. По вопросу компенсации пока ничего абсолютно не знаю, как оно будет. Жизнь идет, продолжается. В остальном мы будем жить. Я думаю, что все равно мы победим. По-любому. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой области. И сегодня Соединенные Штаты призвали Россию к немедленному соблюдению режима прекращения огня в Украине. Новость об этом передает агентство Францпресс со ссылкой на заявление Госдепартамента. США пристально следят за ситуацией на востоке Украины и разочарованы тем, что боевики до сих пор используют запрещенные тяжелые вооружения, а также препятствуют наблюдателям из миссии ОБСЕ. Очередной скандал с нардепом Надеждой Савченко. В эту пятницу она совершила ваяж подконтрольное боевикам районы Донецкой области, чтобы в сопровождении российских журналистов посетить наших военнопленных в Макеевской тюрьме. А уже на следующий день о своих впечатлениях написала в Фейсбуке и даже опубликовала список украинских пленных. Всего в нем 34 фамилии. Такие действия Савченко вызвали резонанс в Украине, ведь они фактически легализируют противников. И вот доказательства. Уже сегодня боевики заявили о желании нанести ответный визит в Киев. Хотят посмотреть задержанных ДНРовцев. В который раз удивились самодеятельности Савченко и в СБУ, ведь она неуполномочена на такие действия. И уже в ближайшие дни ее должны допросить. Но все эти скандалы, даже такие громкие, как вокруг Савченко, и сравнивать нельзя с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Первый месяц президентства Дональда Трампа прошел так, что конфликтов в другом углове государства хватило бы на несколько лет. Особенно конфликтов с журналистами. Трамп уже успел назвать медиа, которые критикуют его, больше всего врагами американского народа. А два дня назад пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер даже отменил ежедневную пресс-конференцию и устроил специальный брифинг для прессы. Все для того, чтобы не допустить туда корреспондентов CNN, New York Times, BBC и других СМИ. Трамп при этом отказался от участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. И это первый за 36 лет случай, когда президент США пропустит это мероприятие. И еще одно, от чего уже отказался Трамп, это Оскар. Он не будет смотреть сегодняшнюю трансляцию вручения главной американской кинонаграды. Критики говорят, во время сегодняшней церемонии имя Трампа обязательно прозвучит. О том, почему кинопремия в этом году запомнится вовсе не благодаря фильмам из Лос-Анджелеса Дмитрия Анопченко. Казалось бы, все как всегда. Готовят красную дорожку, телевизионщики расставляют камеры и свет. Церемония каждый раз была похожа на прошлогоднюю, словно нисходящей со сцены Бродвейский мюзикл, где знакома каждая нота. Но в этот раз в нем неожиданно появилась новая сюжетная линия. Протесты. Те, кто боится депортации, и те, кто против строительства стены. Люди, которые до сих пор не смирились с проигрышем Хиллари. И те, кому просто не нравится Трамп, все они выходят на улицы. Лос-Анджелес каждый день бурлит. И пресса всю неделю писала даже не столько о фильмах и номинантах, сколько о событиях вокруг церемонии. Оскар сейчас неожиданно стал лакмусовой бумажкой настроений. Причем настроений протестных. И не прислушаться к этим громким заявлениям невозможно. Ведь делают их люди мега знаменитые. Люди, с которыми здесь, в Соединенных Штатах, принято считаться. Звездные фамилии, узнаваемые лица. Чтобы киношники протестовали накануне Оскара, такое бывало. К примеру, как-то сценаристы объявили забастовку. Мол, и платят им мало. И все лавры достаются актерам. А вот политических протестов на Оскаровской неделе никто не припомнит. Но Голливуд, наверное, пойти еще дальше. И вынести их на экран. Кино всегда отражает то, что происходит в обществе. Не только политику, но и все остальное. И вещи, о которых мы часто говорим сейчас. Негативное отношение к тем, кто в меньшинстве, осуждение людей. Все это должно быть на экране. Потому что это и есть жизнь. Актеры признаются. Уже сейчас, в разработке сценарии фильмов и о стене Трампа, и о мигрантах, фабрика грез становится фабрикой реальности. Не зря один из главных претендентов на Оскар этого года – вот эта документалка. «Огни в море». История о нелегалах, которые пытаются добраться до Италии. История глазами 12-летнего мальчишки. Снимая которую, режиссер год прожил на острове Лампедуза. Теперь он говорит, готов провести столько же на мексиканской границе. Ведь тот, кто первым снимет драму о мигрантах, гарантирует себе заветную статуэтку. Америка всегда была свободной страной, страной мигрантов. И я задаю вопрос, задаю его каждому, что случилось с Америкой. И как быть сейчас, когда строятся границы и стены. И ответ захотят услышать многие. Нынешние номинанты уверены. Рецепт успеха в Берлине и Венеции – снимать о том, что у всех на слуху, похоже, становится актуальным и для Лос-Энджелеса. Оскаровский комитет всегда декларировал, он вне политики. Мол, в кино, в Голливуде нет цензуры. Но сейчас, на сломе политических эпох, многие признаются, за 8 лет Обамы американское кино изменилось. И очень. Вот только вспомните последние голливудские фильмы. Мусульмане перестали быть плохими парнями, отрицательными героями. По сценарию, скорее инопланетяне на Америку нападут, чем ИГИЛ. Тема исламского терроризма не существовала в официальной риторике Белого дома, а значит, не было ее и на экране. Теперь стоит ждать мелодрам о мигрантах. Но мода на политику продержится в Голливуде максимум год, а дальше страна захочет хэппи-энда. Люди хотят убежать от этого бесконечного негатива. И есть только один способ это сделать. Романтические фильмы, которые позволяют нам спрятаться от реальности, вспомнить времена, когда мы все были молодыми. И эти фильмы станут брать Оскары. Но пока это лишь прогнозы. А в финальные дни перед церемонией, в ленивом солнечном Лос-Анджелесе, снова были протесты. Из Калифорнии. Дмитрий Анопченко. Американское бюро телеканала. Интер. На этом все. Я хочу поблагодарить моих коллег за работу. Вас, дорогие зрители, за внимание. Это были подробности недели. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok